Короче, ребята, мы с вами ждали, 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 мы столько обсуждали, столько новостей недели Я сказал, что с 15 июля по 15 августа точно будет обнову Потом я сказал, что до 3 августа, потому что раскопал информацию о том, что будет встреча с инвесторами И тоже для вас это все сделал, все это искал для того, чтобы мы с вами подготовились к этому обновлению Которое будет 28 июля, уже через 4 дня у нас будет с вами самое крупное, возможно, самое крупное, возможно Обычное просто мелкое обновление, как у самогонщиков, об этом в этом ролике С вами Готика, Сократ, сейчас максималочка подробностей Не тех, которые написаны на официальном сайте в виде двух предложений А чуть дальше с вами копнем и обсудим, погнали В общем, так по итогу, исходя из того, что мы с вами обсуждали и до этого Становится понятно, что какую роль они добавляют и что это, в принципе, из себя представляет Но давайте порассуждаем У нас есть с вами два скрина, официально оформленных на сайте Rockstar На одном мы видим леопарда или, возможно, даже гепарда, но я думаю, что это леопард И на второй охотник, который сидит на колене и на дальнем фоне у него лось с большими рогами Мы не можем исключать, что это, возможно, легендарные животные И эта роль будет привязана к роли Крипса Как я говорил раньше на своих стримах, что было бы здорово добавление роли охотника С отдельным стендом, на котором вы бы выбирали легендарное животное, на которое хотите охотиться Как охотник за головами, только охотник за животными Однако, если это взять в расчет, как истину в первой инстанции и как утверждает Тестфанс Я бы сделал ставку немножко на другое Я с вами общался и общаюсь каждую неделю, в новостях недели Обязательно подписывайся на канал, чтобы раньше всех узнавать о грядущих обновлениях Ведь о том, что обновление будет с 15 июля по 15 августа, я знал еще в мае О том, что обновление будет до 3 августа, я знал еще в июне И таким образом, я вам вот что хочу сказать, ребята Роль называется натуралист Кто это такой? Это человек, который изучает и исследует мир природы и взаимодействует с ним Мир природы растений, животных и ископаемых Ископаемых Как и полезных, так и, собственно, забытых временем Что-то типа археолога, но это не совсем точно Так вот, по итогу, если бы они хотели назвать роль охотника И так далее, они бы так и сделали Роль натуралиста скрывает за собой гораздо больший потенциал, чем просто легендарный охотник Это может быть и смесь роли фотографа, где вы будете собирать редкие коллекции для мадам Назар Или там редкие растения для мадам Назар в отдельной локации, которые будут там, не знаю Можно рассуждать и спекулировать много на эту тему Я лишь хочу сделать упор на слове натуралист и на тех скринах, которые нам выдает Rockstar Rockstar не глупцы и не просто так это делают для того, чтобы мы это обсуждали И я хотел бы с вами в комментариях это обсудить Как вы думаете, что означает роль натуралист? Большое количество исправлений и обновлений, которые востребованы игроками Так написано у Rockstar И я хотел бы тут момент один задать вам вопрос А не кажется ли вам, что это очередная утка? Ведь предыдущее обновление самогонщиков поломало отряды, поломало крипса Крипс сворачивал, разворачивал лагерь, да что только не было И сейчас будут какие-то исправления, я больше боюсь, что будут новые баги И в ближайшую неделю-две, возможно, даже обновление будет неиграбельным Мне так кажется, что, ну, зная историю Rockstar, что так просто это все не проходит Однако хочется верить в хорошее и добавление нового бандитского абонемента А я напомню, что это будет стоить в районе 50 голды, я так думаю Стоящие 100 уровней, если они ничего не изменят со шмотками, которые кастомизируют вашего персонажа Просто внешка и все, никакого обновления Безусловно, раз это будет охотник и за животными То это будут какие-то тематические костюмы Типа шапки волка, костюмы меховых воротников и так далее Я очень на это надеюсь и я более того в это верю Потому что в материалах игры у нас есть с вами шапка крипса И игроки просили, они на Reddit просили это сделать Чтобы сделали, наконец-то, красивый тематический наряд охотника Потому что людям нравится охотиться И за счет этого они добавляют роль траппера Как я с вами обсуждал это в предыдущих роликах И Чола Спрингс не просто так указан Артура Моргана не просто так не пускали в Нью-Остин Он там должен был взаимодействовать с охотниками Там должна была быть целая цепочка квестов, которая была уже озвучена и сделана Но как по примеру GTA 5 определенный контент они вырезали и оставили свои заготовки для Red Dead Online То есть эта карта, как я и говорил в прошлом ролике, слишком пустая Там должно было быть что-то Она огромная и пустая Таким образом, мне кажется, основное наше действие будет взаимодействовать с каким-то охотником-отшельником Который нас будет учить этому Там будут у нас стоять табло в крупных города Где мы будем брать задания на поиски легендарных животных Мне так кажется И что же хотят еще игроки? Конечно же, недвижимость Какое-то расширение для нашего подпольного бара Возможно, это будет отдельный дом Возможно, это будет пристройка к этому бару И Rockstar указали определенные особенности Сусловно, я бы хотел увидеть волну банов По которому все читаки отлетят в бананию У нас с вами будут классные просто уикенд Возможно, даже целые пару-тройку дней В которых мы сможем поучаствовать И мы не увидим в игре никаких читаков И сможем спокойно исследовать этот мир В первую очередь, я буду делать для вас и пилить контент По мере моего изучения И бандитского абонемента Новых оружий Новых шмоток Заходи в Дискорд Обязательно ссылки в описании Чтобы быть в курсе всех новостей И быть самым первым Подписывайся на канал Прожимай колокольчик Чтобы вообще не пропустить ни одного теста Потому что будет фикс-карт способностей Будет добавление новых способностей Новых карт Это однозначно Новые, скорее всего, новые лошади Седла Украшения Внешний вид Обновление Бандитский абонемент Уникальные тонкости Как быстро заработать Как что прокачивать Как не лохануться И так далее, так далее Все эти моменты Я с вами буду в режиме онлайн Сразу оперативно Решать Обязательно Обязательно Подпишись Поддержи меня царским лайком Возможно даже спонсорка Всего от 49 рублей в месяц Чтобы на каждой На каждых стримах Иметь уникальный зеленый ник И красивую Буковку G И вот тут плохая новость Которая следует за хорошие Ближе к концу года Игроков будет ждать Новое большое обновление Для обеих игр В том числе Расширения И дополнения Существующей Роли В Red Dead Online То есть не ролей А роли Боюсь, что выход Трех Или там двух Хотя бы и более ролей Одновременно Это уже мифы Фантастика До выхода Новых консолей То есть Зимнее обновление Будет 100% С 10 По 20 Декабря Это прям инфа сотка Потому что Каждый год 12 и 13 декабря Выходит обновление Для GTA Online То есть Для Red Dead Online Будет все то же самое То есть до 10 декабря Собственно Отделать нам Будет нечего То есть мы изучим Роль этого натуралиста Посмотрим, что она Себя добавляет И в конечном итоге Это будет опять Затяжной промежуток В 5 месяцев Которым мы будем Просто перевозить телеги Оформить крипса Зарабатывать деньги И я очень сильно надеюсь Что добавят Много-много-много Шмоток Для модного Приговора Мы уже сделали Костюм Охотник Обязательно обратись И обрати внимание На канале Уже целая куча Подборки Уникальных Красивых Шмотов И сета В конечном итоге Подписывайся На канал Ставь лайки Как только выйдет Новая информация Как только выйдет Трейлер А трейлер выйдет 28 июля В день выхода Обновления Ну как правило Обычно так делает Rockstar Если появятся Какие-то эксклюзивные Сливы, утечки Какие-то файлы Может уже начнут Сейчас закачивать И что-то выйдет Я сразу же Сделаю для вас Ролик Ну а с вами была Готик И с вами был Сократ Ждем обновления 28 числа И дальше Погнали Сократ